Что такое эффективная эксплуатация трактора? Это выполнение максимального объема работ с минимальными затратами времени и горюче-смазочных материалов. Уникальные конструкционные и технические решения в машинах класс оптимизируют и синхронизируют работу двигателя, трансмиссии и вала отбора мощности. Однако механизатор может сделать работу еще эффективнее. И сегодня мы об этом расскажем. Существует три основных направления, где механизатор может существенно повлиять на эффективность работы трактора. За счет снижения расхода дизельного топлива, благодаря увеличению производительности и за счет снижения частоты ремонтных работ. Экономии топлива способствует регулировка уровня пробуксовки колес. Она должна быть в пределах 10-15% и правильный подбор орудия. Добиться оптимального уровня пробуксовки можно двумя способами. Изменяя балластировку и уровень давления в шинах. При лишнем балласте дополнительное топливо тратится на транспортировку неэффективного груза, при недостаточном – на лишнее вращение колес. От уровня давления в шинах зависит площадь пятна контакта колеса трактора с грунтом. При работе в поле давление необходимо уменьшать. Это предотвращает уплотнение почвы и улучшает тягово-сцепные характеристики. А если не увеличить давление при выезде трактора на дороге общего пользования, то одновременно растут расход топлива и износ шин. За счет правильной балластировки и регулировки давления в шинах, общая экономия топлива может достигать от 15 до 20%. Однако балласт тоже можно использовать неправильно, например, когда он не снимается в целях экономии времени или при выполнении тяговых работ навешивается сразу весь комплект. Частая ошибка – также применение одинакового балласта при выполнении обработки почвы на разной глубине. Для экономии топлива и роста производительности очень важно подобрать орудие, соответствующее условиям работы и тяговым возможностям трактора. Например, если бы здесь плух был агрегатирован к более мощному трактору Xerion, то значительная часть его тяговых возможностей осталась бы незадействованной. В свою очередь, широкозахватное орудие в комбинации с трактором малой мощности не смог бы обеспечить нужную глубину в спашке, а расход горюче-смазочных материалов при этом будет значительным. Чтобы максимально сэкономить на ремонте трактора, лучше не экономить на качестве топлива, смазочных материалах и комплектующих. По статистике сервисной службы КЛААС, именно топливо сомнительного происхождения является главной причиной преждевременного выхода из строя дорогостоящих компонентов топливной системы. Это же касается и моторного масла, от качества которого зависит работа двигателя. Соблюдение всех вышеперечисленных правил не только повышает эксплуатационную эффективность трактора, снижая сроки его окупаемости, но и сохраняет его ресурс, продлевая период, когда машина стабильно приносит прибыль хозяйству.